19 предостережений выдал региональный Россельхознадзор по поводу качества меда. Такие неприятные письма получили ветеринарные станции, которые и допустили нарушения. Управлением в ходе анализа ГИС «Меркурий» были выявлены факты оформления ветеринарными врачами сопроводительных документов на мед без указания соответствующих ссылок на соответствующее сырье. То есть таким образом невозможно было судить о достоверности оформленных транзакций, то есть о реальном количестве, качестве, безопасности происхождения сырья при производстве данной пищевой продукции. Штраф оплачивать не придется. Это все же предостережение. Задача здесь – разъяснить допущенные ошибки. А выявили такие нарушения благодаря Федеральной государственной информационной системе «Меркурий». Она и служит электронной сертификацией грузов, за которыми установлен госконтроль. То есть раньше производитель мог оформить сертификат только на молоко, а вот на масло, которое сделано из него – нет. Теперь же фиксируется весь путь. И конечный потребитель может увидеть всю необходимую информацию в сопроводительных документах. За консультациями мы обратились к профессионалам. В нашем магазине представлено 15 видов меда. 8 из них – это нашего местного производителя. Самый основной – это лесной, липа и гречишный. На каждый вид меда у нас есть сопроводительный документ, который отвечает за качество нашей продукции. Документ на каждый вид меда – это не щепетельность, а норма, которая должна быть у каждого продавца. Сопроводительная документация – это главный параметр определения качества продукции. В данном случае – меда. Но не единственное. Есть основные критерии при выборе меда. То есть, если вы хотите выбрать мед, в первую очередь, это запах. Запах у нас всегда пахнет луговыми травами. Вообще, имеется хороший запах, да, запах трав. Если же имеется какой-то специфический, резкий, какие-то химические запахи, то, скорее всего, данной продукции лучше отказаться. Другой важный фактор – вязкость. Мед при вытекании должен образовывать горку. Плохой – растекается лужей. Еще нужно обратить внимание на вес. Хороший густой мед будет тяжелее. Управление Россельхознадзора напоминает, что если речь идет о меде, собранном на пасеке, то продукция в информационной системе должна указываться не как мед, а как сбор на пасеке. То есть, непереработанная продукция пчеловодства. Сбор на пасеке будет обозначать, что сырье реально не использовано. Валерий Седов, Дмитрий Фимов, телекомпания. Город.